Ну покажись там, чтобы тебя тоже видно было. Это будет так смешно сейчас, так смешно, но я потом скажу очень серьезную вещь. Кстати, это моя картина-безанщица. Я ее поближе поставлю, это моя знаменитая картина, это моя знаменитая дезанщица. Вы что, 30 версий я рисовала, вот Наташа мне помогает. Смотрите, какая картина-безанщица. Она задумалась, она вяжет и мечтает. Ну что она там вяжет? Может распашонку. А кто-то мне там написал. Вяжет жизнь, вяжет жизнь, да? Вязальщица. Я хотел в одну книжку свою написать. Назвать ее вообще. Вязальщица книгу об искусстве. Там мои афоризмы должны были быть. Замечательные. Спасибо тебе, Наташа. Смотри, какая картина. Многослойная живопись маслом. Я так старался ее правильно написать. Так старался найти гармонию. Видите, здесь светлая, да? Это как крылья получается. Но это подсознательный импульс. Там как крылья. А пока я нашел, что как раз таки вот здесь вот, вот здесь цвет совпадает вот с этим. Это я столько искал цвет. И вдруг я нашел. То она у меня белая была, то она у меня черная была. Вязание, то разное, а теперь нашел. И вот такая стала. Ну, эта картина у меня висела в центре защиты от стресса, среди других картин. Эту картину я рисовал с Ленки нашей, Карпачок. Потому что она все время вяжет, вяжет, вяжет. И этим она задумывается и решает свои проблемы. И вяжет, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Вы помните мою форму. Итак, дальше. Хочу сказать интересную вещь. Очень серьезную. Сколько методов дыхания? Одни говорят, надо 5 секунд задерживать. Другие говорят, надо по 3 секунды задерживать. Четвертые говорят, надо сначала по 5, потом по 4, потом по 8. Методы Бутейко, методы Стрельниковой. Полное дыхание йогов, когда да, да так полностью. И сейчас мы проводили и с Оленом, и с Ириной. И будет еще один ролик завершающий, где Ирина покажет, как полностью наполнить легкие, как расширить объем легких. Это для тех, кто на карантине, да, с этим коронавирусом и так далее, и так далее. А сейчас я вам покажу уникальное совершенно дыхание, которое называется ключевое дыхание. Которое на самом деле, на самом деле... Ну ладно, все по порядку. Друзья, если ты, допустим, человек тревожный, и с тревожным чувством прислушиваешься к своему пульсу, он может начать ускоряться. Если ты, например, человек тревожный или в тревожном состоянии, и идешь по улице и прислушиваешься к своим шагам, не споткнешься ли ты, ты можешь споткнуться. А вот есть так называемая саморегуляция организма, это гомеостаз. Гомеостаз. Да. Когда ты, внимание, сознание направляешься в автоматику организма, ну, в работу сердца, в работу дыхания и так далее, и так далее. Да. Автомат, он начинает получать коррекцию, потому что есть же обратные связи. Еще раз повторюсь. Если ты прислушиваешься к дыханию, правильно ты дышишь или неправильно, или с тревожностью, что с тобой что-то там происходит. Вот этот образ будущего, образ будущего, при этом прислушивании, либо ты ходишь, либо ты дышишь, либо ты думаешь, неважно. Если ты прислушиваешься, затаиваешь дыхание невольно, оно так и происходит. Когда ты прислушиваешься, ты невольно затаиваешь дыхание. Но при этом, если ты прислушиваешься с образом будущего, что тебе будет плохо, да, пульс начинает ускоряться, сердце бьется чаще, да, может наступить, если дыхательный, ты астматик, допустим, прислушиваешься, не будет тебе сейчас плохо, не будет тебе, ты начинаешь накручиваться. А вот ключевое дыхание заключается в том, что ты прислушиваешься, прислушиваешься, но с ожиданием, с ожиданием не негативного исхода ситуации, а образ будущего у тебя позитивный, позитивный. И поэтому ключевое дыхание у тебя, во-первых, это гениальное изобретение, это что вы знали, потому что оно настолько просто, дает такой потрясающий положительный эффект. То есть ты прислушиваешься, затаиваешь внимание, да, затаиваешься, но при этом прислушиваешься с ожиданием позитивного, а позитивное это тепло, это хорошо, да, это хорошо, это очень хорошо, да, и посмотрите, что сейчас получится. Сядьте просто так, как вам удобно, да, и начинайте прислушиваться, прислушиваться, затаивая дыхание невольно в этот момент, когда вы прислушиваетесь, а вы прислушиваетесь к позитивному, то есть к теплу, то есть прислушивайтесь к тому, как ваш воздух, который вы вдыхаете, проходит через нос, а там же он теплеет, правда, через носоглотку, и дальше. То есть по существу, вы просто сопровождаете естественное ваше дыхание, нисколько не стараясь дышать правильно или неправильно, по секундам или не по секундам, все это глупости. Ключевое дыхание это методика, ну, назовите это изобретение, назовите это ноу-хау, но оно выведет вас из любого стресса буквально за полминуты, за минуту. Да, сейчас вы видите, что происходит. Давайте попробуйте. сели и просто сопровождаете свое собственное текущее дыхание в данный момент, прислушиваясь на том, как воздух входит в вас и распространяется по всему телу. И как вы выдыхаете его, но вы прислушиваетесь, а при этом невольно затаиваете дыхание, это автомат, вы невольно затаиваете дыхание, когда прислушиваетесь. Ну, человек на охоте прислушивается, заяц побежал или нет, он затаивает дыхание. Когда вы к чему-то очень прислушиваетесь, вы затаиваете дыхание. Вот это вот, затаиваете дыхание. Не думайте, как затаивать, и все, оно естественно происходит. Итак, вы натуральным образом просто сидите, дышите, как дышите, при том условии, что вы прослушиваете дыхание, в поиске, в поиске приятного, теплого ощущения. Оно у вас, естественно, возникает, когда вы прислушиваетесь тому, как воздух проникает в нос, идет по гортане, в носоглотке, дальше. И вот давайте одну минуту. Просто сидите, думайте о чем хотите. А параллельно с этим просто прислушивайтесь к тому, как вы дышите. Но не в ожидании негативного исхода ситуации, а в поиске приятных ощущений, в поиске приятного, приятного тепла. Да, и всего лишь на всего. И давайте одну минуту, я буду молчать, а вы сидите вместе со мной и просто дышите. Нормальным образом. Не считайте никаких секунд, никаких задержек, никаких вдохов, выдохов. Просто естественный процесс дыхания, который у вас здесь и сейчас сопровождает прислушиванием к тому, как у вас происходит теплота при вдохе и растекается в носоглотке и дальше, и дальше по телу. Ну, просто сидите одну минуту, я буду молчать и тоже буду прислушиваться за каждым вдохом и за выдохом. Как распространяется в носоглотке тепло при вдохе. А это же натуральный процесс. Потому что когда воздух попадает в нос, он там согревается. Носоглотка у нас для этого и существует. Итак, поехали. Не захотелось так сделать, и я сделал. все естественно. Не захотелось так сделать, и я сделал. Все естественно. Никаких шаблонов. Будьте естественнее. Это же самое главное. И продолжайте дышать, параллельно прислушиваясь к тому, как вы делаете вдох. И тепло рассекается там внутри. Продолжайте. да, и кто-то начинает задремывать, и у кого-то появляется желание немножко раскрепоститься, и у кого-то появляется желание вот так сделать, пожалуйста. Да, и продолжайте прислушиваться. Вдоху и выдоху. Мне захотелось так сделать. Я вдруг начинаю замечать, как и вы, наверное, начинаете замечать, что вы попадаете в состояние легкой задумчивости. Да, у вас возникает дыхание естественное, то самое тонкое дыхание, которое бывает между сном и бодрствованием. Потому что, когда вы между сном и бодрствованием, вот вспомните, когда вы спите, например, на подушке теплой, вам хорошо, вы укрыты теплым одеялом, засыпаете, и у вас возникает такое естественное дыхание, вроде дышишь и не дышишь. Вот это тонкое дыхание, это и есть ключевое дыхание, которое возникает у вас обычно между сном и бодрствованием. В этом состоянии и парасимпатический отдел нервной системы, и симпатический отдел нервной системы балансируется. Да, возникает, внутреннее душевно-физическое равновесие. Ну, то самое, что выводит вас из любых стрессов. И вы погружаетесь, погружаетесь за счет этого простого дыхания, ключевого дыхания, только наблюдая за тем, как вы естественно дышите, с ожиданием приятного. А приятное это позитивный образ будущего. Да, 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 приятное, приятное. Почему нам нравится смотреть на солнце? Потому что солнце источник жизни. Почему нам нравится тепло? Потому что тепло снимает напряжение. Да, да, все взаимосвязано. Давайте еще 15 секунд примерно хватит. Потом сами попробуйте в удобный для вас момент. Выберите удобное положение и сопровождаете естественный процесс вдоха и выдоха своим вниманием с поиском ощущения тепла, которое возникает естественным образом в момент вдоха. Да, исчезает момент выдоха. И вот этот цикл вдох выдох вот это повторяемое движение ровно так как у нашей вязальщицы повторяемое движение снимает напряжение голова освобождается и появляется состояние задумчивости а это состояние межестом и бодрствования там когда и появляется это тонкое дыхание. Так вот когда Бутейко учил делать задержки дыхание и когда Стрельникова делала форсаж дыхания как накачивают шину разные разные методики а давали в результате вот это тонкое дыхание вроде дышишь вроде не дышишь да в этот момент потребление кислорода в организме необходимость того объема который надо потреблять уменьшается примерно 15 на 20 процентов и тот же самый кислород которым вы дышите становится для вас избыточным и поэтому возникает ощущение кайфа комфорта вам становится хорошо и приятно тепло становится и может это тепло начинает распространяться по всему телу по всему организму заполнять все тело целиком и полностью до краев и все тело становится каким-то теплым и слегка тяжелым может быть такое ощущение когда уже все тише и все спокойнее все становится вокруг и внутри вас такое ощущение хорошее и вот я покачиваюсь например в кресле и если я сопровождаю это покачиваю своим вниманием точно так же как я своим вниманием сопровождал вдох и выдох если я покачиваюсь и продолжаю сопровождать свое внимание то есть осознанно покачиваюсь а не просто автоматически как иногда бывает то когда я осознанно покачиваюсь и думаю о чем думаете пускай у нас именно самотек то я тоже прихожу к этому же состоянию да друзья как просто все на как просто все оказывается устроено все устроено очень просто просто трудно это объяснить и просто очень трудно подобрать слова для этого и просто очень трудно было это заметить понаблюдать и сделать выводы вот то что так происходит на самом деле инстинктивного нас всегда когда мы затаялся думая о том о чем-то с ожиданием плохого результата например сердце ёпнуло и ты затаился и ждешь плохой результат исходной ситуации или когда ты ждешь что будет приятно что будет приятно образ приятного будущего образ такого хорошего даёт коррекцию положительную я хочу сказать что все мы сегодня находимся в ситуации неопределенности и мы накручиваем себе образы будущего и этим мы отделяемся между собой отделяемся разделяемся подразделяемся да оптимисты и пессимисты кто накручивает негативный образ будущего себе хуже спит кто накручивает себе позитивный образ лучше спит да конечно это я не к тому чтобы были неадекватны а ходили в розовых очках или в черных очках это к тому чтобы вы очки сняли и мыслили трезво а это методика ключевое дыхание а это то что я вам демонстрирую занимаетесь любимым делом когда вы любимым делом занимаетесь у вас тоже это в момент эти возникают да то же самое ну ладно до встречи на связи скоро будет четвертая часть очень важная по полному поэтапному задержками дыханию которая позволяет вам расширить объем легких которые мы будем делать с ириной до серийный продолжение нашего того цикла до встречи